Лариса 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 нет почему мама у меня татарка поэтому она с легкостью думать лучше пусть чем поэтому отпустили с легкой душой денег дали до деньги были и вы где взяли то сейчас значит рассказывать что с 5 класса зарабатывает машин по стригами кустов нет были финансы конечно дали в дорогу ехал и к ней в киев приехал в киев она встретила меня встретила со слезами мы прожили там три месяца школы любовь и чувства джабили на школу а она не задавала вопросы типа дениска тебе на работу куда-то или что-то задавала но я старался как-то вы в туалете на коленках изложение сочинить а телеграмма маме с папой чтоб денег прислали то больше не за ее счет то жили но в общем нет за свой шаг где день ты в общем ну таинственная история города такие как маза сергей будут приезжать будут ночевать и мамочка будет останавливаться это есть жизнь и ничего с этим не поделаешь кто-то это терпит кто-то терпеть не может и ставит условия чтобы никаких родственников поэтому какой вы прозорливый никогда еще не говорил нас программе не хотел бы невесту с периферии именно ну конечно это просто да нет это я сколько знаю историй ужас меня вот возит водитель аган с приютил племянника родного племянник вынес все даже детскую куртку на новорожденную девочку пока не отдыхали в турции видите поэтому я не говорю вам что это всегда так будет но это определенное неудобство имейте право не хотеть правильно мою квартиру москве будем сдавать да и вот чтобы закрыть ее раз и навсегда научу просто мои муж и ребенок не могут поделить чьи носки и чьи трусы один размер так достали не могу чтобы каждое утро начиналось опять ты надел мои трусы я взяла собрала все трусы перед институтом и работой все носки и выбросил их в мойку сказал будете хоть без трусов и без носков все купили новые теперь я не слышу не вижу они каким-то образом умудряются сами куда-то убирать стирать гладить радикально я бы думаю вы не всех баржан который будет гнуться и ломаться за стиркой или ошибаюсь ошибаюсь на ошибаетесь будете веру и правду служить так получилось что за 28 лет у вас была одна единственная невнятная история с непонятным мужчиной ну наверно достаточно так сказать разборчиво в мужчинах не подпускаю слишком близко были ухажеры но зато такого подпустила козла к себе просто да нет не лечь не сказать что он такой плохой человек просто мы очень разные люди он так воспитывал просто жло да уже где-то обедали и он настоял на том чтобы за свою еду вы заплатили за у нас как-то вообще не оговаривалась мы у нас были такие встречи мы вместе отдыхали он с другого города я живу москве и мы совместно проводили наши отпуска и я платила сама за себя он сам за себя как можно встречаться мужчина который ты приходишь вот это я за свой чай а ты за свою еду сама платье ну и на калькуляторе считать кто-то сколько должен он потом признается в любви я влюбился не могу давать серьезную ну естественно все отношения по-взрослому он предлагал переехать к нему жить в сургут познакомить семьей там мама настаивала не сильно наверно продавала цветы очень недорого когда он сказал теперь придется и мне покупать ну потому что мы были своими друзьями там пара еще была молодой человек купил цветы у тайки своей девушке ну да придется и мне купить себе цветы вот теперь зачем так а под какой счастливой или несчастливой звездой родилась это чудо он три лет в принципе удивительно обычно щедрые представители этого знака просто какой жлоб сколько ему лет было 30 лет за 30 какой ужас танюш за что вы себя так не любите вы достойнейшие женщины но он же вам признавался в любви признавался в любви каждый раз прости потом да пропадал и вот каток каток и каток ну мы как вот друзья я не понимаю что у нее в голове мы пришли там всеми друзьями на каток катаемся она упала я не подъезжаю ну ее подымаю вот она меня обнимает и начинает целовать сахарными устами слушай а вот я не был готов я не был готов правда прям вот так и спросили ты не помню вот что конкретно спросил вырывает ты подумал ты хорошо подумала да 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 музыка такая красивая мы целовались и вокруг нас катались мои друзья и падал снег это вот ну как фильмах это было и наверное после этого случая я верю в любовь даже не верю я знаю что она есть после этого мы прожили полтора это вашей маме 39 сейчас да скоро через неделю сумма сойти то есть я могла бы быть бабушка а сейчас ребенок с кем с моей бабушкой сколько ей 55 а ты могла бы быть прабабушкой подожди с вашей бабушкой то есть она опять прабабушкой да и она уже на неделю семейка бедная бабка одну воспитал теперь вторую подкинули ей бы 50 лет бы только молодость вот моя ровесница с позажигать ба а там опять дитё ну вот мне нравится эта ситуация честно сказать я даже представить себе не могу этого просто вот вообще это конечно система принятая в семье уже нет на самом деле я воспитываю дочь сама просто увезла я на неделю туда потому что мы купили квартиру железнодорожную мы делаем ремонт просто чисто физически а ну ладно когда вы работаете вы же на кого-то оставляете 38 ей в небе хочется а вам хочется домой отдохнуть после тяжелой работы нет но в небо это ради бога у меня и сейчас хочется я чтобы сам бы еще полетал бы в небе а полетайте на сцене вы знали сюрприз какой-то приготовили я подготовил сюрприз но немножко другой давайте любой посмотрим я хочу сделать легкий массаж для того чтобы немножко ты могла расслабиться и снять с тебя напряжение ты готова ложись на животик да верим верим что будет каждый день делать массаж тебе удобно смело о а по деловому главное сладко так да 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 с сантиментом но я как раз на ножки посмотрю дело в том что не каждый человек понимает насколько массаж эффективен вот нет понимает и каждый не у всех есть возможность но я думаю девушки которые часто ходят на клубокам и их им просто необходим массаж для того чтобы и расслабиться и для общего здоровья может уже и хватит увлекаться то валер мы тоже живые люди здесь сидим между прочим да и нам тоже хочется расслабиться валер поэтому мы тоже на каблуках а за это можно все отдать поэтому если будет желание продолжить мы можем это сделать спасибо будем лечить спасибо вам большое вот понятно вот это сюрприз расслабил не будет нервничать ноги не будут гореть супер супер ну саш тоже наверное от нее ждали чего-то а он жениться не собирался да я знаю а вторая какая она горела ой ничего саня от тебя не нужно и лишь бы ты вот рядом даже возрастная маскулинная тебе потерять нечего нет а у нее самой денег в море зачем ей чужую нет та которая пожила и она даже про первую знала и говорила ну чё ж делать ничего саш и ждала его всегда прям ты же сама говоришь тартом делиться надо слушайте у меня вот ощущение что мы сейчас на скамеечке перед домом сидим и с соседем кости перемываю саш а он не с ознанку вы считаете что ведь любой мужчина в какой-то момент жизни ну иногда так сказать все таки тянет его как-то физически женщину за что-то так сказать наказать а вот здесь значит вот такой чемпион если вот у него рука сорвется то это может привести к таким серьезным вещам вот этого как бы ой ген это вы к чему сейчас а я спрашиваю просто задаю вопрос что если вот жить с очень сильным мужчиной а то есть он ей иногда леща даст как она к этому это будет совершенно другие последствия это сделать средний мужчина это тоже надо принимать во внимание вы сейчас сами себя хоть услышали да конечно то есть вы перевожу вопрос да ты готова к тому что иногда если ты обозришь Александра то он тебе даст леща но если он тебе даст какой-нибудь там вот ну среднестатистически Петя Малахольна это будет одна история а если Александр то у тебя позвоночник в трусы высыпется однозначно вот перевела как вы к этому будете я никогда не бил женщин а с чего гена тогда задают я думаю это просто у него вопрос теоретический а вообще вы себе позволили ген вот вы например себе позволили хотя бы раз поднять на женщину нет конечно а к чему вдруг этот вопрос а потому что наверно вас так работало не болело не болело мне кажется а Светланина отношение к мужчине нет 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 а что мы а мы можем принципиальный вопрос значит подчеркиваю что иметь дело с очень сильным у него нечаянно у него рука сорвется где-то он будет у холодильника стоять он не шибет если нечаянно да ладно вам если нечаянно он извинится нечаянно если нечаянно тогда конечно простит да за нечаянно она его ночью кипятком оболит а вот вы готовы что он нечаянно доступа к телу не будет он согласен если влюбить согласен но добирать он же здоровый в другом месте будет не будете ревновать нет одно дело жить вместе нет а так то она придет к нему быстренько до щеку не попьет после секса и домой к себе в свою руку а то есть вы с ним жить не будете конечно нет а все остальное будет что же она сама не деревянная ждать мы сколько будем несколько до свадьбы знаете нет такого срока я думаю все это только индивидуально ну я думаю что вы то сколько подождете вот предложение руки и сердце в момент знакомства знакомства и предложения руки и сердца по троге без этой атрибутики какую бы хотелось вам невестку ну мне мне хотелось бы да чтобы была женщина более мягкая по характеру более уступчивая а вот я так так вот если более мягкая то сядет ей на голову а я не позволю сесть на голову зря вы так думаете А вы при чём здесь? Я не позволю здесь. Вы как свекруха. Вы-то при чём? Я из-за вопекания. Я бы, знаете, какую бы вам жену бы рекомендовала? Горластую, рукастую, такую конкретную, взрослую. Согласна. Чтобы она объяснила политику партии вашей семьи всем ближлежащим родственникам в этом отношении. А я бы ещё инструкцию ей дала. Подписываю. И сама бы приехала. Вот такую вот, которая вот так встанет, вот как Роза, и её голосом, как она говорит, и ещё чего не хватало, ай? Только так. Пересмотрите фильм «Мистер Икс», там вот один из эпизодов. Вы хотите, чтобы я тарелки по голове потом разбила? Нет, это наоборот, это чтобы она... Ну, не били, а пол. А, я могу её голову разбить. Со мной такие номера не прокатят. Вот, видите, такая нужна. Ничего. Да? Ну и вот и шла бы ты вдоль. И шла бы ты вдоль. Отдыхать, Кармену. Да. А у нас тут своё, вообще-то. Уж не дам я в обиде девчонкам-то. Ну, я хотела сказать, что, конечно, не нужно доходить до таких крайностей, как Лариса с Розой предлагали, но после реакции Ольги я понимаю, что дело действительно серьёзное, дело запущенное. У вас прогрессивная Венера в следующем году выходит в знак близнецов. И, в общем, это всегда для мужчины важное событие, потому что оно меняет целиком и полностью его представление о себе. Я не думаю, что всё дело в Ольге, честно скажу. Она, конечно, внесла свою лепту посильную в ваше представление. На самом деле, ваша семья и наша семья всегда с нами. И вот голос сестры, независимо от того, звучит он рядом или в телефонной трубке, он иногда у человека в голове просто. Вот вам от этого бы всего избавиться, и было бы очень здорово. В 42 года, думаю, что есть... Да, думаю, есть шансы. Вы увидите себя по телевизору в этой программе. Вы себе не понравитесь. Я вас предупреждаю. Может быть, вам сделают такую же притчу, как у меня? Нет, и не всё ему себе понравится. Ему захочется что-то во внешности поменять. Может быть, это будет таким... Вы погнали, да. Вы знаете, совсем недолго. Потом у меня начались вот эти апатии, как он говорит, ну, депрессии. Там даже банально спрашивают, а ты меня там любишь? Она такая, ну, что за вопросы? У меня апатия. Супер. А неделю назад там был мужчина, чем я мечты. Нет, деньги опять закончились. Ну, а потом... А вы, конечно, не могли ей сказать, ну, апатия, апатия, милая, а денежки-то надо же как-то сказать. Ну, о том мы не говорили, но потом... А ты апатично их отдавай. Не вот так, вот вам долг, а так. Возьмите. Возьмите. Ради Христа. Да, возьмите. Счастье мое. Ой, ну как вам ставить свои мозги и свой ума? Да все уже, мне каждая жизнь вставляет. Да все, я больше не куплюсь, не покупаюсь на такое. Ну, вы не один раз с этим вопросом-то к ней подходили. Ну, в принципе... Типа, любишь ли ты меня, Изольда? Она опять охосталась. Ну, потом, да, она меня, собственно, бросила, как и узнал, вот ради одного парня из моей тусовки, вот с которой я познакомилась со своими друзьями. Который был еще краше, чем вы или богаче? Нет, он, в принципе, не крашен, просто у него, как бы, на тот момент отдельная квартира была, и хорошая работа, и он разведен недавно. Ну, это очень помогает, кстати, апатичным особам-то быстро избавиться от своих горестей. И вы опять все, парни, это не пересекает. Ну, все, она мне сказала, что... В силу закрытости. Потом сам же начинает выслеживать, допрашивать, выяснять. Ну, то есть это ему необходимо. Вот Юля, это ровно про Юлю, его Венера в рыбах. И я могу сказать, что вот у нас с Юлия тот же самый знак рыб. Сидит, ничего себе не сказала за всю программу ни одного слова. Вот, знаете, когда я была в вашем возрасте, мои увлечения, например, мои астрологии, они из меня лезли просто. Я не могла ни общаться, ни говорить об этом. Вся моя жизнь, все мое существо, все прочитанные книги... Ты сейчас с собой ровняешься, все же люди разные. Разные. Но Юля сидит, она ни бровью не повела, она не рассказала ничего о своей прекрасной профессии, логопед в детском центре. Она же не спрашивала меня, я вам могу прекрасно рассказать. Но она красавица. Лариса, быть красавицей в 21 год достаточно, в 23 будет уже маловато. Но вы же не спрашивали, если вы спросите, я вам с удовольствием расскажу. Понимаете, дело не в том, кто кого спрашивает, дело в том, что из человека это либо исходит, как энергия активна, либо не исходит совершенно. Юля, вы не нравитесь просто, ну так бывает. Вы знаете, вот бывают антипатии. Нет, я никак не могу понять. Приходит человек, вот он мне еще слова не сказал, а вот мне не нравится. Да нет, Лариса. А мне нравится. Просто я никак не пойму, в чем ценность Юли, в чем ее интерес. Кроме того, что нужно обеспечить. 21 год и молодая, да, красивая. Редкая, красивая. Спокойная. А сама-то она чего хочет? Она замуж хочет и детей. Да. Этого мало сейчас. Для того, чтобы прожить жизнь счастливой, это мало. Это если не красивая, то мало. А если красивая, то даже много. Ну просто еще раз, через два года вот так вот поводить головой будет недостаточно. Нет, я думаю, ей еще лет десяток-то точно она может. А потом она будет такая умная, как и ты. Это же возрастное. Ты думаешь, это накапливается? Да. Ну вообще, я в восемнадцать уже была, как сейчас. Ну, а она красивая. Ну так, потому что это уродство. И я Лене сказал на программе, у нее было юбилей, я ей сказал, я говорю, ты вот все, кончай резать, себя пили, тебе не жалко свое собственное тело. Ты что делаешь? А она что говорит? Все, я говорю, вот тебе регенерант, придешь ко мне, 15 лет гарантирую тебе, что ты избавишься. Она говорит, а ты мне больше не муж, поэтому не можешь. Нет, она не может, она такой экспериментатор-то что, железной волей. Во-первых, я уверен, что она любит меня до сих пор. Уверен, любовь не проходит. Никогда. Так, значит, у нас возрастной жених с манией величия. Да. Это правда. Необъективен, субъективен, да, боится смерти и старости. Нет, смерти не боюсь, это неправда. Ну, конечно, приятнее смотреть, когда в гробу лежит розовощекий старичок, а не такой. Вот, поэтому, хорошо, я тоже эстетка. А еще главное, чтобы еще невеста у нас была, знаете, какая. Да ладно уж, с хорошей кожей, я уж теперь молчу, я тоже точно не прохожу. Да ладно. Так я вся делана, ты что, тут это делано, тут все отражено. Вообще, я считаю, про человека жить вечно пишут песни, снимают фильмы. Who wants to live forever, понимаешь? Все хотят жить вечно, это нормально. Он говорит, что она должна заниматься благородным трудом. То есть, доярка нам тоже подойдет, но с воспитанием. Это куда, подойдет, да, и лишь бы она была созидателем, созидателем. А какие профессии входят в разрушительные, на ваш взгляд? Да, вообще все торгаши, вся наша страна торговля. И найти очень трудно человека, который что-то делает, что-то создает, что-то созидает, что-то строит. А мы в основном только торгуем, в этом вся трагедия. Поэтому, ну вот Лена, в отличие от этого, почему она и пришла? Потому что она видит результат, она видит, что я созидаю. И поэтому этот альянс произошел, а все остальное для нее внешность не имела значения никакого. Александр, как она вам душу-то подпалила. Тяжело вам после Ленки кого-то найти. А вам темпераментно зачем? Вы что, еще ого-го? Глупый вопрос, Роза. Ну, оттуда же проверить надо? Во-первых... А какие у тебя предположения, милая? Я бы нашла, какие у тебя критерии и методы проверки? Сколько раз в неделю? Обязательно каждый день. Подает. Если у него 7 раз в неделю эльсекс, он бы не сидел здесь-то, понимаешь? Самое главное вопрос, возраст. Какую хотите себе невесту? До 30-ти. До 30-ти? Нет, лучше 35. Около этого? Да. 30-35. Ты старая уже, Вася. Да я не про это, Лариса. Я просто каждый раз, когда к нам приходит жених старше 40, я прямо боюсь услышать эту заветную цифру, потому что она обычно раза в 3 меньше, чем возраст жениха самого. Но лет до 80 он даже будет еще активным. Нужно сделать так, чтобы муж и жена никогда не старились. Александр, как вам кажется, мужчина, который выглядит как молодой и мужчина молодой? Это было летом. Пошли мы купаться с ребятами. И она сказала ту фразу, она тоже пришла с подругами на пляж, все, и сказала ту фразу, которую я ждал все это время, в принципе. Молодой человек в шортиках, был я в шортах, можно с вами познакомиться. А вы перед другом что сказали? Тут многого ума вообще не надо было сказать просто конечно. Я мечтаю об этом. А вы что? А я были друзья. И вы перед ними? Типа да. Нет, конечно. Не пошел купаться. Это же анекдот известный, когда молодой человек подходит к Софи Лорен и говорит, Софи, я вас умоляю, жизнь и смерть, вот просто решается судьба, я буду мимо вас в 6 часов проходить со своей девушкой, я с вами поздороваюсь, а вы просто мне кивните, как старому знакомому, пожалуйста, от вас зависит. Она говорит, хорошо. И вот он проходит, смотрит на нее, но не здороваясь. Она говорит, здравствуйте, Иван. Он говорит, ну достало, ну невозможно. Своей девушкой говорит, здравствуй, здравствуй, Соба, здравствуй. И же своей девушкой говорит, ну вот просто уживила, ну достала. Поэтому и вы тоже перед своей решили так. И вот это не травма, но... Дурак, вот просто. Ну это детство, прям чистое детство. Что за комплексы, объясните, красивые, молодые, как выглядят, почему стеснительно? Мамочка, затюкали пацана? Нет. Что, нет? Сама сидит, глазки накрасила, щечки подрисовала, а мальчик затюканный. Нет. Нет. Вот поэтому обратились к вам. Хорошо. А кто из старших, из мужчин воспитывал Гришу? Нет, я была и за маму, и за папу. Вы вместе сейчас живете? Да. Мальчик в 30 лет должен жить один. Понимаете, вы лучше к нему в гости с колбаской придете в воскресенье, обстираете. Накормите и домой к себе. Да, пытаюсь. И поменяйте, если у вас большая квартирка, разменяйте ее на две не очень большие. Пытаюсь. Дом разменяйте, пусть пацан заживет. Если вдруг все сладится. Есть жилье, у него отдельное жилье, тоже дом, он сам построил. Гриша, а давайте вот про эту барышню, которая работала дворником. Вот засада. Где вы ее увидели-то и влюбились? А это просто по работе, познакомились с ней. Ну, у меня энергии хватает, ну, энергии много во мне вроде. Но она была такая, ни рыба, ни мясо ходила тоже. Но я приду к ней в первый день, во второй, где-то дня 4, наверное, к ней ходили. А что ходили-то? Да подожди ты. Ну, развить хотел отношения, посмотреть. Прихожу, здравствуй, привет, привет. И она вялый и вы вялый. Чайку попили. Чайок она не предлагала, вот в чем дело все. А что же вы там сделали-то? За компьютер. У меня интересы к мультимедийным делам, всяким компьютерным вот таким вот. И в то время компьютера у меня не было. И мы к ней приходили, то фильмы конвертировал, то записывал на диск, что-то такое. И, в общем, чаю никогда не предложат. С работы приходишь в конце рабочего дня, она на кухне жуется что-то. Заходишь, привет, привет, ну, проходи туда, в комнату. А, так она не знала, что у вас с ней отношения. А, просто так я... Нет, она думала, что действительно у вас нет компьютера, поэтому вы приходите к ней. Нет, все она знала, она догадывалась. Что она прям под оделом одна хамячила, а вам даже чайку не предложила. Я и говорю, что вот это да. Значит, она не знала, что у вас с ней отношения. Поверьте мне, она не знала, действительно, она искренне считала, что вы пришли для того, чтобы... Конечно. Вы хоть раз поцеловались с ней? Нет. Мама, заткните уши, закройте глаза, зажмутесь, мама. Было? Поцелуй и был, но... Были, был, поцелуй, но, говорю, без любви. Целуешь, как статуи, в общем. А когда вы узнали, что она работает дворником, и что у нее еще и ребенок есть? Со временем. А что вас больше всего убило? Вот то, что она дворник, или то, что ребенок? Три вещи. Никогда не хотел быть дворником. Чужого ребенка, ну, честно говорю, не смогу принять. Надо любить ребенка. По-настоящему они притворятся. И вот это вот, говорится, гостеприимство, антигостеприимство. Не любил, когда плачут дети, не любил чай с малиной, женских истерик. Понятно. Ой, Григорий, сложный вы пассажир. Надо озвучивать ваши желания. Уже ничего внятного за 38 лет. Ничего внятного, да. Хорошо, а что вы хотите-то? Я хочу обычную, скромную девушку, которая будет в семье. А добирать будете с необычными, нескромными на работе? У меня на работе, да, вот этих необычных, нескромных людей очень много. В том числе и мои друзья. Мы нескромные и необычные. То есть к друзьям вы тоже погано относитесь, как делаете? Нет, я их люблю, но люблю по-своему. Потому что, да, их не любить нельзя, иначе как можно? Но работать... Люблю, но странную любовью. Люблю, но странную любовью. А вот странные, говорят, люди эти артисты. Да и люди ли они? Поэтому. А что в материальном плане на желе? Куда невесту приведете? Молодая, как говорится. Смотри, бизнес свой. И чего бизнес? Знаешь, этот шоу-бизнес, знаю я его. Нет, туда невесту приводить не надо. А все думают, что в шоу-бизнесе все миллиончики. Прямо, да, миллиончики. Жди. Это мы так все рассказываем. Мне кажется, что в шоу-бизнесе может и жена привезти к себе мужа. Вот и я говорю, конечно, нам 38-летним. Это если он пацан молодой и красивый, с сомнительной репутацией. В шоу-бизнесе была вечеринка тематическая. И как-то получилось так, что это было в преддверии праздника, даже 8 марта, по-моему. И я озвучила то, что я разбила свои часы. И я абсолютно не рассматривала этого мужчину в качестве своего будущего мужа вообще. Обычно еще у девчонок продукты все заканчиваются в холодильнике. На мобильном телефоне деньги. Это кто поскромнее, Ларис? Это кто поскромнее? А кто о себе лучше в представлении? Те часы разбивают машину, у них угоняют и так далее. Начал располагать к себе, соответственно. Я его уже начала рассматривать в качестве своего мужчины. Он предложил мне переехать в другую квартиру. На самом деле, нехорошая. Начал анализировать. А на самом деле, любила ли я этого человека? И тогда же появился второй бизнесмен, да, тоже с вами? И также стал активно за вами ухаживать? Да, очень активно. Но он вам уже не очень нравился? Он был более сдержан. Но вы скоро дали ему согласие и поехали отдыхать в Лос-Анджелес. Путь далекий. Знаете, как согласие, да. Но перед этим обсуждалось то, что мы едем туда как друзья. Хорошо. Оль, вы думаете, я вам поверю, что мужчина вас везет за океан, вы живете с ним в одном номере, и между вами нет никакой близости? Понимаете? Вот знаете, я на самом деле... Нет, наверное, так бывает. Я просто тогда не понимаю. Нет, тогда я не понимаю, во-первых, зачем, какой смысл. И это еще хуже, чем если бы у вас было в подъезде прямо в первые пять минут знакомства. Тогда бы я поняла, что действительно страсти вы искренне. А так я не понимаю, зачем лететь с дядькой через океан, жить с ним в одном номере. А я, Ларис, не понимаю. Он ей черный этот бриллиант дарит, она его не берет. Представляешь? А что же не брали-то черный бриллиант-то? Я начала психовать на все. Я просто там уже поняла... То есть, если я сначала, до поездки, его рассматривала в качестве своего мужчины, то уже там, когда мы прилетели, я поняла, что он слишком... То есть, заискивает передо мной. Во всем пытается... Сколько ему было лет? 35. Ну, это же здорово, что мужчина в самом своем сексуальном расцвете пытается вам во всем угодить. Вывез вас так далеко, показывает вам мир, а вы кабинете. Я считаю, что меня многие девушки капризные поддерживают. Может быть, я избалована в чем-то. Ну, внимание мужское. Я правильно понимаю, что вас так обременяет внимание, что сейчас вы хотели бы все-таки, чтобы мужчина вам не оказывал никакого внимания, но чтобы уж так не раздражаться, от бриллиантов не убедать. Нет, никакого не хочется. Знаете, чего хочется? Хочется теплоты искренней, какой-то нежности. Ой, это ей так кажется, что она хочет этого всего. Вот только попадется ей какой-нибудь бедный студентик, она его сразу пошлет. Мужчина, 35 лет, вывозит девушку, познакомившись с ней совсем недавно, в Лос-Анджелес, предлагает ей черный бриллиант. Вы отказываетесь, вы отказываетесь, доступ к телу запрещен в одном номере. Он бы волосы вам намотал бы на руку, я что, не была в вашем возрасте? На шее. И сказал бы, детка, ты ничего не попутала карты? Нет, я что себе, мальчик здесь перед тобой, краковяковый плясет. Я что, тебя сюда привез? Да, а он еще был при этом прекрасный, он был при этом нежный, любящий, понимающий. Просто очень мягкий человек, очень податливый, реально очень любит до сих пор Олю. Но не было у нее любви, в принципе, в этом она права на честнадцать. Зачем она поехала? В чем была ее честность? А зачем номер телефона давать этим поклонницам? Этот телефон узнают, я даже не знаю, какими путями. Ну, то есть кругом не виноваты, называется. Сейчас прям крылья не мешают, нет сидеть там сзади. Тоже дурочек нашли, мы прям как будто бы верим. У вас на лице написано, что вы. Я думаю, что я в такой ситуации криком не то, что ребенка всех соседей бы разбудила. Интересно, а он кричал в микрофон? Ну, он же любит караоке, все. Ну, что, дело давнее, можете уже сейчас сознаться? Да, собственно, ну, не в чем, просто мы, так получилось, что мы разные. Никто не плохой, никто не хороший. А как-то разные. Вы ее взяли с ребенком? Да. А, все у вас было хорошо, прекрасно? Прекрасно. Сколько лет прожили, прежде чем вы попросили ее родить вашего общего? Мы нет, мы сразу родили общего. А какой вот вы бы поступок могли, вот такой какой-то невероятный в своей голове, совершить вас с женщиной? На балкон к ней там запрыгнуть. А вам зачем тетке в 29 лет, имея 9-летнюю дочку, запрыгивание лысого дяди на балкон? Нет, я образно для примера говорю, мне интересно. Вот человек на что способен, да? Вы знаете, например, мне кажется, принимать двоих детей и общего, и ребенка от первого брака, да, бывшей своей, это поступок. А запрыгивание лысого дядьки на пятом десятке на балкон, это дурость. Как-то надо, мне кажется, более четко и точно, да, формулировать свой вопрос. Он даже сам делать ничего не хочет. Человека наймет и все. Конечно, если бы мне было раза в два поменьше лет, я бы была одной из его поклонниц, ну, я при этом, конечно, еще выпивала бы, конечно, я бы тоже ему стала звонить и писать бы ему всякие смс-ки. Понятное дело, что когда ты уже, как кажется, схватил забор, да удачу, тебе уже аплодируют, а рядом вдруг с двумя детьми и все время просят то мусорное ведро вынести, то по счетам заплатить. Очень даже я его понимаю. На твой вкус. Да, на мой вкус. Абсолютно. Прям это мой мужчина. Наверное. Роза тебя, понимаешь, выбрала. Роза молодец. Ну что, розочка, немозочка. Андрюш, я бы, например, узнаете, чем журавль-то в небе. Вот, пожалуйста, роза одинокая. Хорошая память. С творчеством помогу. Да. Пусть поет. Зажиточная. Пусть поет, говорит. Андрюш, а иди-ка сюда к нам. Иди, выходи, Андрюша, иди. На кой вам эта Катька только с зубами здесь сидит, сверкает? Молодец. И что с нее толку-то? А вот сидит Роза. У этой ни связи, ни денег, ничего. Конечно, а у Розы уже дети выросшие. Очень вы понравились Розе. Кать, боритесь хоть чуть-чуть, давайте. Ну, ну, ну. А, тут уж сложно бороться. Ночная кукушка перекукует. Что вам с малолеткой двадцать лет? Вы деловая женщина. Да. Вы деловая женщина. Она чувственная какая? Я деловая женщина. У меня была деловая женщина. Ага, как ближе к делу. Да. Посмотрите, а тельце, как мы поработали над тельцем. Вот так закатывайте глаза, и вот с этими закатанными глазами в свою комнату размышляйте. Минут сорок впереди. Поэтому, поскольку Андрей первый наш жених, вам не очень понравился, вы сразу как-то нелестно о нем отозвались. Я не буду его рекомендовать, хотя там есть определенные точки пересечения. В общем, можно было бы рассмотреть. Но поскольку вы дали Роза тоже, и у меня сорока на хвосте принесла, что Андрей хочет сейчас выйти. Выходи, Андрей. Любовь и треугольник. Да нет, вы к кому-то хотели подойти, по-моему, с какими-то словами. У нас, как говорится, Розалия, красавица, умница. А что, не все тебе уродов каких-то искать? Вы хотите тебе отужинать? Отужинать? Роза, соглашайся. Роза, соглашайся. Вы должны немножко поломаться вообще-то. Не должна, не должна, не должна, а то с писью сломать. Да, я соглашаю. Я согласна. Ой, господи, неужели мы нашли, куда его отдать, мальчика? Через какое-то время, я думаю, пара сложится. Я вот прям почти уверена. А ты? Если мы Розу научим, как правильно себя вести, нет? Ну, скажем, мы поработаем над этим. Мы поработаем над этим. Ну, а сейчас, слушайте, свое сердце, оно вас точно не обманет. Розе сейчас не до пожеланий, пусть она в своих чувствах разберется. Так что вы пойдете к кому-нибудь? Ну, я думаю, оставим это небольшой интригой для зрителей. Слушайте себя, мы вас любим. А у меня, Ларис, подожди, вот сейчас на чистую воду выведу. Я, конечно, не экстресенс, но я знаю, что у вас в кармане есть. Зачем вы женскую, во-первых, надо выяснить, чью вы бы эту бутоньерку, или как она там, подвязка называется. Чего в кармане, выкладывай. А, два дня назад, да, был на свадьбе, случайно совершенно попал. А, значит, не жене, да? И поймал бутоньерку жениха, принес как талисман. А, то есть теперь не только меч, а дают букеты невесты, но еще и женихи бутоньерки дают. Жених бросает бутоньерки, да. А я думала, это подвязка. Я тоже услышал первый раз, а все говорят, это традиция. Анекдот, к слову, встречаются два друга, один грустный, грустный, говорит, что грустный-то, говорит, представляешь, говорит, вчера был на похоронах, поймал венок. Чудесно. Да, так что хорошо, что со свадьбы. За кем пришли, Сергей? За девушкой, которая будет вдохновлять меня, поддерживать. Не ради того, чтобы произвести на нас впечатление, а от своего сердца. Вот что вам хочется узнать у Сергея? Как сильно нужно любить женщину, чтобы простить ей измену. И ты веришь в то, что у тебя эти чувства могут повториться еще раз. Это она-то не ревнивая, это она-то вас будет отпускать к подругам. Она вам бывшую, 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 нет, а ты скажи мне, ну как ты мог, козел? Она же тебе наставила, козлина ты эдакая, а ты все равно о ней думаешь. Она сожжет все ваши фотографии, все ваше прошлое. Ну что, я бы так поступила. Ну естественно, скорпион со скорпионом. Так же, какие я вырезал фотографии. Ну естественно, что хорошая, хорошая ревнивая пара. Я у него с врагами припрет в угол, и скажет, выходи за меня замуж. Не припер. Да, не припер. И получилось так, что в один прекрасный момент я узнаю, увидела сама. Не узнаете, вы зашли к нему в комнату, а там кувырк-кувырк. Да, захожу к нему в комнату и понимаю, да, о том, что он с другой девочкой, которая тоже училась в тот момент у нас в институте. У меня паника. А вы думаете, как это? Как это возможно? Он же был у меня в кармане. Да, как такое возможно? И опять же, не нашла ничего умного, как к коменданту общежития побежать, настучать. Сначала они ходички. Сначала, сначала я пошла, набрала таз холодной воды. Знаете, если бы они скрестились навеки от испуга? Я в этом эмоциональном порыве. У меня стресс, и на почве этого я просто выливаю эту воду на них. А нам говорит, ты кто? Это даже не вам этот вопрос задала, а своему парню Жене. Говорит, Жене, это кто такая психопатка? Объясни ей, да. Он говорит, дежурный по этажу. Да? Да, и узнаю о том, что они оказываются уже вместе несколько месяцев. То есть мне, конечно, для меня был шок. Ну а сколько можно же ему было уши парить-то всеми россказнями? Дуральскими. Это да. Музыка. 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 Музыка.